Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость на канале, зовут его Борис Виноградский. Я, собственно, говорил, что у нас будет американский хирург на канале и просил вопросы задавать. Давайте, может быть, Борис, прежде чем к вопросам перейдем, я пару слов так. Значит, вы в США с какого года? Я приехал в ноябре 91-го. Ноябре 91-го. Это уже после ГКЧП. Да, практически сразу же после ГКЧП. Он произошел там в августе 91-го. Значит, жили вы в Ярославле? Да. И там же родились, выросли, учились в институте? Да, я 28 лет там прожил, закончил медицинский институт, там работал, потом уехал оттуда. Хорошо. Значит, вам как бы досталось в Америке? То есть вы что-то такого хлебнули? Или как-то, естественно, легко? Или какие-то трудности эмигрантские вы переживали? Я так могу сказать. Я к этому всему отношусь как, как бы, it comes with territory. То есть другого, наверное, ожидать не приходилось. Тут никому особенно-то нелегко. Конечно, самыми тяжелыми были первые шесть месяцев, когда я, в общем-то, просто не знал, что к чему и не знал, куда пойти, каким образом деньги заработать. И там много чего делал. Чистил снег, мыл посуду. В принципе, кто-то из моих друзей возил пиццу, там кто-то сидел с детьми и так далее, и так далее. Потом как-то все это выровнялось. Если нужны детали, я могу это рассказать. Но потом, следующими трудными годами были первые, наверное, четыре, когда я сдавал экзамены и искал резидентуру. И, в общем, как бы легко не было. Я могу так сказать. Здесь сейчас, например, я работаю хирургом. Казалось бы, уважаемая позиция, работа интересная, и, в общем-то, зарплата неплохая. То есть не зарплата, а я зарабатываю эти деньги, я сам себе зарплату плачу. У меня частная практика. Но не легко. Просто трудности другие. То есть много работы, в общем... Ну, это... Других-то вариантов никто не ожидал. В Америке народ работает много. Ну, хорошо. Мы, на самом деле, коснемся вопросов о том, как люди становятся врачами или, допустим, переучиваются и продолжают работу врачами. Значит, вот давайте в хронологическом порядке начну с вопросов. Такой, как спрашивают. Сколько дней держат в больнице США больного, попавшего с гепатитом А, Боткина? Я не знаю, насколько вы к инфекционным относитесь. Значит, я не инфекционист. Я ни разу не видел здесь больного с гепатитом А. Потому что гепатит А, он передается... Хотя он и вирусный гепатит, но, естественно, как все гепатиты. Но он, ну, грубо говоря, от грязной воды. Поэтому я здесь ни разу не видел гепатита А. И я видел очень много гепатита С, то есть гепатита С, гепатит Б. Вот. Но я могу так сказать, что, я думаю, пока идут острые симптомы, пока пациент в нестабильном состоянии, его будут держать здесь столько, сколько нужно. То есть, ну, к сожалению, это не моя специальность. Я не могу... Если вопрос закончить, тут написано. Больной с хорошей страховкой. У нас в постсоветском пространстве 30 дней примерно. А как там? После снятия симптомов. Сколько дней? Ну, понятно. Сколько нужно, столько и дальше. Ну, сколько нужно, столько и будет. То есть, это самое... Прямо скажем, что... Ну, 30-то, наверное, вряд ли. Потому что купируют все это дело гораздо быстрее. То есть... Но я не знаю точно. Окей. Вот у нас Анна Петренчук спрашивает. Моя дочь через два года оканчивает среднюю школу. Заканчивает. Пишется, оканчивается. Это я уже смягчу. Выбирает профессию между диетолога и косметолога. В Украине. Эти профессии из медицинской области. Подскажите, пожалуйста, в Америке. Это из какой области? Какие вузы готовят к этим специальностям? И всегда ли необходимо высшее образование для таких профессий? Я бы, может быть, шире сказал. Вот, допустим, диетолог или косметолог. Это нужно заканчивать какой-то медицинский университет? Или что? Как это происходит? Значит, опять же, не совсем по адресу, но я могу так сказать, что косметолог – это колледж, это колледжское образование, но это будет школа косметологии, которая к медицине не относится. Если вы говорите про пластического хирурга, то это совсем другая песня. А что касается специалиста по питанию, то есть по нутришн, то это тоже колледжское образование. Уровень, там, видимо, наверное, два года. И специальность называется, то есть это нутришн сайенс. И дальше, если они хотят, например, быть диетологами, то они могут пойти работать в больнице или в других местах, как нутришн терапист или просто специалист по нутришн сайенс. Но это не позиция уровня врача, это просто, как бы, как сказать, это позиция уровня тераписта. Это не терапевт, как у нас принято, например, терапевт как врач, а это человек, который просто оказывает такую консультативную помощь. Мы их консультируем, когда нам нужно, у пациентов там есть проблемы с питанием. То есть аналог советского среднего специального образования, техникум. Да, это среднее специальное образование. Вот еще вопрос похожий. Дочь хочет учиться на врача. Необходимо ли для этого получать при медицин во время бакалавриата? Также после окончания медицинской кратеринской можно ли и нужно ли получать PHD в той области, в которой она заканчивает medical school? Или в том нет особого смысла? В каком случае стоит получать PHD? Значит, получать PHD стоит только в том случае, если человек хочет работать в академическом медицинском центре. И заниматься не только клинической работой, но и преподаванием, и, например, исследованиями, публиковать статьи и так далее. На самом деле, для того, чтобы работать врачом, PHD не нужно совсем. Значит, и вот наши ребята, которые приезжают из России, у многих из них есть кандидатская диссертация. Здесь нет кандидатских докторских, здесь есть одна, PHD, доктор философии. С точки зрения работы врачом, PHD, может быть, добавит там несколько баллов к его резюме, но, в принципе, необходимости в этом нет. А там первая часть вопроса была немножко другая. А, нужно ли... Первая часть была... Нужно ли на уровне бакалавра брать примет для того, чтобы потом пойти в medical graduate school? Тут все зависит от уровня, значит, счетов на экзаменах. То есть, если там вот сдается этот MCAT, если MCAT зашкаливает, если это там 99% то не нужен примет. Тут, как всегда, в медицинскую школу может поступить музыкант, инженер и политолог, если у него есть хорошее резюме, если у него очень хорошие, так сказать, счета на экзаменах, хороший счет MCAT и так далее. Потому что они ищут ведь не просто набор каких-то, какой-то послужной список. Они ищут джуэлз, они ищут людей, у которых есть вот именно как бы показатели того, что они экстраординарные. И неважно в чем. Вот дальше идем. Понимая весь сложный путь к американской медицине, через резидентуру. Кстати, вы сколько лет были в резидентуре и вообще сколько лет проводите? Значит, стандартная резидентура в терапии 3 года. Если вы хотите пойти в аспирантуру по какой-то специальности после терапии, например, то это еще лишний год в качестве старшего резидента. И потом уже сколько филлоушип, сколько эта аспирантура длится. 2 года, год, 3 года. И в зависимости от того, как далеко вы хотите зайти. Потому что там на самом деле есть еще подспециальности. Ну, грубо говоря, вот кардиология. Чтобы стать, например, электрофизиологом или кардиологом, который делает стентирование, ангиографии. Нужно закончить 3 года обычной терапии, 1 год старшим резидентом, потом 2 или 3 года аспирантуры по интервенционной кардиологии. И потом еще, может, и год того, и год другого. В хирургии минимум 5 лет. Значит, в нейрохирургии минимум 6 лет. Значит, во многих программах есть промежуточные 2 года, уделяются исследованиям. И это получается программа 7 лет или там много больше. Значит, я сам делал 6 месяцев перед резидентурой. Это называлось acting internship. То есть, как бы я не был резидентом, но я просто работал с резидентами. Я там на подхвате делал все, что надо было делать. Это не считалось резидентурой. Потом я поступил в резидентуру, но не на категорику позицию, которая гарантирует окончание после 5 лет, а на так называемую преливенную репозицию. И я в этом месте, на этой работе был 2 года. После этого я получил категорику позицию в другом городе. И там было еще 4 года. То есть, получилось в результате 6 лет, плюс еще 6 месяцев сначала. Потом я поехал, я был в Толида. Я сначала 2 года был в Лексингтоне в Кентаке, в университете в Кентаке. Потом я поехал в Medical College of Ohio в городе Толида. Там я в 2002 году закончил резидентуру как чиф-резидент и поехал в аспирантуру по сердечно-торакальной хирургии в Кливанд, где я начал учиться. Но там по независимым от нас причинам программу закрыли. Просто там, в общем, подряд, у них были 4 подряд пересадки сердца, которые пациенты умерли. И, в общем, программу, то есть мы к этому отношению никакого не имели. Программу закрыли, нам предложили вариант либо переезжать в другой город, либо, так сказать, идти, так сказать, куда глаза глядя. Ну и, в общем, у меня не было другого варианта. Уже я и так семью возил по всей Америке, так сказать, 10 лет. Жена сказала, что, типа, все, только не это. Я плюнул и пошел обратно, так сказать, назад в общую хирургию. Вот о чем я, в общем, не жалею. Работаю достаточно. Вот. И, в общем, так далее. Ну, то что, давайте вопрос дочитаем. Ваня, доктор Ваня. Что, доктор Ваня? Прошу прощения. Он мне звонит. Я остановлю. Да, сейчас одну секунду. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые пришли, и, в общем, так, чтобы не обижать людей. Да, хорошо. Ребят, мы возвращаемся к вопросу, я его еще раз зачитаю. Значит, давайте так. Понимая весь сложный путь к американской медицине через резиденту, интересует возможность работы врачом в клинических исследованиях или в научной отрасли. Возможно ли работать в данном направлении без сдачи USMLE? Я не знаю, что это экзамен. Медикал. Да. Можно работать в этом направлении без сдачи? Да, конечно. Значит, USMLE – это United States Medical Licensing Examination. И этот экзамен сдают все студенты медицинских вузов здесь. Значит, как правило, первую часть сдают после первых двух лет или после трех лет. Нет, после первых двух. Потом они сдают, значит, clinical skills, нет, clinical knowledge. Сначала basic knowledge, clinical science, называется CS, step one CS. Потом у них step two, первая часть CK, clinical knowledge. Потом второй step, вторая часть, clinical skills, значит, и дальше подавляющее большинство американцев, поскольку им не нужны никакие ни визы, ничего, они идут в резидентуру, и после первого года они сдают третий step. Хорошо. Значит, вот так. Работать в исследованиях, то есть исследователям или там преподавать, можно не сдавая эти экзамены. Эти экзамены нужны только для резидентуры. Теперь еще тонкий вопрос. Значит, какие еще есть варианты трудовой деятельности просто через нострификацию диплома? Я, честно говоря, что такое нострификация, не знаю, может быть, эволюация или как-то оценка диплома. Российский ВУЗ, 6 лет плюс, интернатура по эндокринологии, рабочий стаж 5 лет, научной степени нет. То есть он фактически, хочешь сказать, нельзя ли как-нибудь так, чтобы работать было можно, а сдавать не сдавать? Врачом работать нельзя. Значит, можно работать только либо исследователем, там, может быть, преподавать удастся куда-то устроиться, в зависимости от опыта, возраста и так далее. Ну, если, например, приезжает достаточно молодой человек, скорее всего, он, наверное, пойдет работать исследователем, так называемый, там, postdoctoral research fellow. Ну, если человек опытный, уже много лет отработал и преподавал, хорошо, там, много чего знает, потенциально возможно, что он будет работать, будет преподавать. Но это, конечно, сложнее. Давайте следующий вопрос. Значит, Михаил, спросите, пожалуйста, у вашего собеседника про инновационные технологии, которые они применяют в своей работе. И применяют ли они их вообще? Какие из них, вот тут хороший вопрос, доступные по обычной страховке, какие по расширенной? Ну, вообще, что значит инновационные технологии? У нас в больнице, как бы, есть, в тех больницах, я работаю в трех больницах, я в частной практике, я работаю в трех больницах, значит, у нас есть вся аппаратура для рентгенологических обследований, у нас есть то, что касается хирургии, есть вся аппаратура для лапароскопии, у нас есть робот, так называемый, значит, у нас много чего есть, если это считается инновационными технологиями. Давайте, может быть, я по-своему переспрошу. А бывает такое, что вот надо человека поставить на какое-то исследование куда-нибудь на сторону, потому что у вас своего не хватает? Как правило, нет. Окей. У нас, в общем, есть все достаточно новое, то есть, я могу так сказать, в Кливанде, это большой город, это большой медицинский, так сказать, центр Америки, у нас есть Кливанская клиника, которая, в общем, считается одной из ведущих клиник в мире. Это что Бознер показывал? Да, это то, что Бознер показывал. А, слушайте, раз вы заговорили, вот он там сказал такую фразу, что вот таких больше в Америке нет. Ну, это не так, то есть, конечно, это не так. Номер один клиника в США, это Джонс Хопкинс Университет в Балтиморе, в Мериленде. Значит, это, в общем, самый продвинутый медицинский центр. Я думаю, что номер два клиника в Америке, это Гарвард в Бостоне, причем Гарвард, это не просто там отдельное одно здание, Гарвард, это целый город. Безусловно, огромные медицинские центры есть в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Клиника, Клинская клиника, это очень большой медицинский центр, это тоже большой город, занимает несколько кварталов. Это отдельное, так сказать, отдельное стоящее здание для, там, онкологический центр, хирургический центр и так далее, и так далее, и так далее. Кардиологический центр, это отдельное стоящее здание. Кстати, только что, значит, Клинская клиника была признана первой, номер один в Америке по оказанию кардиологической помощи. Ну, это все относительно, дело в том, что они все достаточно рядом, то есть они, в общем, ненамного друг от друга отличаются. Так вот, инновационные технологии мы применяем, значит, и их применение для, там, в случае, в конкретном случае, оно никак не влияет, не зависит от страховки. Есть она, там, большая, маленькая, там, у каждого своя страховка, там, у кого-то на чуть лучше, у кого-то на чуть хуже, вот, есть государственная страховка. Врач об этом не думает, когда работает. Я об этом не думаю вообще. Такой вопрос, знаете, у нас вот на канале часто, я уже от себя туда, вне очереди, у нас на канале часто, вот, мы, там, про медицину, про организм медицины, и я вспоминаю, вот, то время мы уже были тоже в стране, когда президент Клинтон пришел, и у него был мандат на реформу здравоохранения, который его супруга провалил, как бы, в тот момент. И вот у меня субъективно, я не знаю, я же не работаю в медицине, я как гражданинский, да, вот я могу сказать, что я не вижу, чтобы тот сервис, который мы получаем, как-то так вот стал в 10 раз лучше, потому что цена медицинского обслуживания в стране за это время удесятерилась. То есть, если в тот момент это было 250 миллиардов, государство тратило, то сейчас 2,5 триллиона. Я вот спрашиваю себя, что-то там какое-то сзади произошло в бэкграунде, то, что мы не видим, почему это в 10 раз дороже стало? Я на самом деле где-то год назад, наверное, слушал передачу по National Public Radio, где они как раз анализировали то, что произошло с американской медициной, вот во время руководства Клинтона, значит, и я не помню точно в деталях объяснение этого процесса, но то, что Клинтон изменил, он изменил систему страхования. И когда страховые компании встали во главе определения, что стоит и за что платить, за что не платить, вот в этот момент цена стала расти, потому что когда я приехал сюда и стал работать в университете, значит, на самом деле мы платили там типа 5 долларов в месяц за всю семью за страховку, и там за посещение какого-то конкретного врача мы платили там, я не знаю, 10 долларов, вот, и потом это все стало расти огромными шагами, вот, сейчас, конечно, все это очень сложно и дорого, вот, я небольшой специалист в страховом медицине, я, как бы, детали вот этого, причины этого всего я точно объяснить не могу, хотя я, конечно, понимаю, что, в общем, мы оказываем помощь всем, и я хотел это подчеркнуть 10 раз, потому что я постоянно слышу это от людей, типа, а вот в Америке, например, там, как там с нищими быть, вот, любой приходит, совершенно придет последний алкоголик, пьяница грязный там из-под моста, из коробки, мы точно так же будем оказывать ему помощь, вот, причем для меня разницы вообще никакой, то есть нужна помощь, значит, она будет оказана, нужна операция, значит, операцию сделаем, другое дело, какие убытки несут больницы, и, например, я, вот, у меня в частной практике, я могу так сказать, я, так сказать, слежу за тем, сколько денег я должен зарабатывать, сколько денег я должен получить, сколько я реально получил, я могу сказать, что из, если, например, там, грубо говоря, я выставил счет на 100 долларов, то я получу, наверное, 35% от этого, то есть мне хватает, но дело-то не в этом, дело в том, что только 35% возвращается в качестве платежа, в среднем, в течение года, я смотрю, наверное, около 2000 пациентов новых в течение года, в моей практике сейчас там 15 тысяч пациентов, в общем, конечно, хотелось бы получать 100%, вы знаете, что, у меня есть один тут дедушка, такой, я вот у него был на обслужении, ему сейчас лет 8 с нами, а потом когда криниологу перешел, поэтому, значит, так вот он и говорил, это было лет 5-6 назад мы с ним общались, когда он говорит, ты знаешь, 30 лет назад я работал меньше, а получал больше, чем сейчас, то есть я тоже спрашиваю, где деньги, я говорю, что врачам, все, нет, говорит он, уж кому-кому-то, к не врачам. Да, на самом деле, я в свое время, когда я начал, там, 15 лет назад, когда я заканчивал резидентуру, мы обсуждали, сколько приблизительно мы можем получать, там, за какую-то конкретную операцию, сейчас эти цифры все поменялись не в лучшую сторону, и я могу сказать, что мой партнер, который сейчас уже умер, царство ему небесное, значит, он говорил, что он в течение, там, недели делал 5-6-7 операций, и ему вполне хватало, я в течение недели делаю 20 операций, вот, и я получаю меньше, чем он получал тогда, вот, причем, опять же, вопрос такой, достаточно ли мне на жизнь, хватает ли? Хватает, и на масло хватает, вот, даже с икрой, просто факт остается фактом, за в три раза больше сделанной работы, я получаю меньше, чем получал он. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем у нас, вопросы, значит, инновационные технологии, хорошо, так, теперь идем дальше, сейчас на две странички распечатываются вопросы, скажите, Борис, если есть выбор, удалить вросший суп в Десну, или аппендикс вырезать, хороший выбор, лучше в США или в России, а, имеется в виду, или зуб, или аппендикс, вот, лучше в США или в России, так ли это дорого по деньгам в США будет при наличии страховки? Я бы, конечно, спрашивал лучше за наличку, потому что здесь страховка может вообще бесплатно быть, но... Я могу так сказать, что, что касается, насчет зубов, я не знаю, я не донтист, но вопрос-то не в этом, вопрос в том, какова вероятность, что, например, вам перельют не ту кровь, вопрос, есть ли у вас вероятность заразиться гепатитом С, каким образом вам окажут помощь? Ответ ваш такой, это не цены, которые мы сравниваем за одно и то же в разных местах, а это на самом деле разный продукт, разный вид услуги, поэтому и цену сравнивать сложно, поскольку... Я могу так сказать, что мне, на самом деле, наверное, не имеет для меня значения, что мы лечим, но я сразу могу ответить, что в США безопаснее, даже если это дороже, как бы со здоровьем не шутят. Я знаю людей, которые были в России, и они, в общем, заразились гепатитом С, и я думаю, что это нельзя измерить никакими деньгами. Это вообще не излечимая штука? Сейчас появились лекарства, которые помогают. Я думаю, что излечить хронический гепатит С нельзя. Другое дело, что он становится сейчас... Его можно лечить, вылечить нельзя. Понял. Но это лучше, чем раньше было. Как диабет? Ну, типа да, но да, с диабетом... Да, гепатиция – это сложное заболевание. Оно кончается, как правило, циррозом и потенциально раком печени, поэтому удовольствия никакого. Вот вопрос, я извиняюсь, если я неправильно произнесу, что называется excuse my French. Я даже не знаю, о чем речь, честно. Как лечат в Америке анкилозирующий спондилоартрит? Это болезнь Бехтерева. И, честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что это не моя специальность. Ну, хорошо. Я, к сожалению, не могу помочь. Да. Ну, хорошо. Так, давайте тут у меня есть... Большой вопрос. Чтобы практиковать медицину в США, необходимо пройти долгий и нелегкий путь лицензирования. На эту тему много прочитано. Принципиальных вопросов не возникает. Мой вопрос больше связан с иммиграционными аспектами. Интересует следующее. Можно ли, может ли претендовать не лицензированный в США практикующий врач из России и СНГ на H1B визу или J1, а после нее H1B, в области медицины? Он уточняет. Иными словами, если врач ставит первоначальной целью легальную иммиграцию, а потом постепенную подготовку к лицензированию, тогда я не понял. А, то есть, он легальный. Все, он легальный. А зачем тогда H1B в английском? Значит, нет, ситуация такая. Ситуация такая, что когда сюда приезжают врачи, допустим, они приезжают по гостевой визе. И они хотят работать врачами. В США. Да, в США. Первое, по гостевой визе здесь можно оставаться только 6 месяцев. Ее можно продлить там все на 6 месяцев. Я на самом деле не знаю полных деталей. Лучше пусть обратятся к моей жене. Она иммиграционный адвокат. Она больше может в этом помочь. Значит, там, в принципе, несколько существует способов задержаться здесь на больший срок. Один из этих способов – это J-виза. Это, так сказать, research fellow. То есть, человек, который занимается исследованиями. Но проблема с этой визой в том, что, допустим, человек закончил всю визитуру, все-все-все, закончил, уже готов работать. Но там есть требование вернуться назад домой на 2 года. И я знаю людей, которые все это закончили, должны были поехать назад. Кто-то поехал в Узбекистан, кто-то поехал в Казахстан. Далеко не все хотят возвращаться. Там есть способы обойти эту проблему, но это все непросто. И лучше для врачей, например, J-1 визу не трогать. И я сам в свое время, как бы случайно это получилось, но у меня была H-1B виза. В один момент. В принципе, точно так же по ней можно работать, можно заниматься исследованиями. И по этой визе можно даже работать в больнице, можно быть резидентом. Но это тоже временная виза. Другое дело, что по H-визе не требует возвращаться домой. Так вот, задача опять сводится к той же формуле. Нужно сдавать экзамены. То есть, если вы хотите работать здесь врачом, вы должны сдать экзамены, вы должны пройти полную всю вот эту вот систему лицензирования, а потом поступить в резидентуру. Потом вы должны закончить резидентуру, и потом вы можете работать врачом по специальности. Но это все занимает очень много времени. То есть, если кто-то там хочет этим заниматься, то, пожалуйста, таких людей тысячи. Каждый год в американскую резидентуру там 40 тысяч мест. Все американские выпускники, а их 18 тысяч в год, они им, так сказать, получают место в резидентуре, а на оставшиеся 22 тысячи претендуют где-то, наверное, порядка 200-250 тысяч иностранных врачей. И то есть, это ничего не гарантировано. То есть, отбор очень жесткий. А там уж какая виза, это уже дело пятое. Подождите, но вот ваша русско-американская ассоциация, медицинская, РАМА. Да. У вас там есть какой-то курс подготовки для тех, кто хочет пройти здесь резидентуру? Значит, мы много чем занимаемся. Причем я хотел бы сказать, что в названии там может быть определенная непонятка. Дело в том, что у нас не ассоциация русско-американская. Она объединяет русскоговорящих медицинских специалистов, специалистов в медицине в Северной Америке. Но, в принципе, у нас есть члены ассоциаций из других стран, но это не имеет значения. Она не является ассоциацией врачей России и врачей Америки. Это русскоговорящие врачи Северной Америки. Но, тем не менее, мы помогаем русским пациентам, мы помогаем русским врачам. Мы помогли... До Крыма мы ездили во многие регионы, работали там, были медицинские миссии, хирургические миссии. Вот, значит, потом это все прекратилось по определенным, по известным причинам. Значит, но вот одна из частей работы, это как раз то, что вы упомянули, это обзорщик. То есть мы предлагаем врачам российским, которые хотят сюда приехать, приехать, посмотреть на месяц, значит, как работает американская больница, что здесь нужно делать, можно делать и так далее. Значит, это стоит определенных денег, ну, относительно больших, относительно небольших. Вот, то, что было до Крыма, это было вполне позволительно. Вот сейчас, конечно, поток, ну, не такой, как раньше был, потому что врачи не могут сейчас позволить. Ну, вот эти вопросы денег мы обсудим отдельно. Но суть в том, что мы персонально, то есть я персонально, другие врачи мы занимаемся, с российскими врачами, которые хотят посмотреть. Не только российскими, приезжают ребята из Украины, из Белоруссии и так далее, из других республик бывших. То есть вы им помогаете практически пройти вот это собеседование на стажировку? Мы, да, мы, в принципе, помогаем пройти вот весь этот, очень концентрированно пройти весь этот процесс, посмотреть, как это работает, объяснить весь этот процесс, чтобы они могли, так сказать, ну, выглядеть более американизированно, что ли. То есть, чтобы они понимали, что они делают. Потому что медицина, конечно, в России и в Америке очень разная. И просто так сюда приехать и начать работать врачом для любого российского врача, ну, это невозможно. Единицы. Такой накрылой лицензии же у него нет тоже? Ну, допустим, даже и была бы лицензия. Дело в том, что системы просто достаточно разные. И для того, чтобы начать работать здесь, нужно систему-то понять. Потому что, ну, это, в общем-то, очевидно. Любой американский врач, приехав в Россию, тоже должен был бы как-то приспособиться. Но что касается уровня подготовки, объема знаний, конечно, в России врачи не дотягивают. Есть единицы, которые, в общем-то, могли бы здесь начать работать. Но на самом деле единицы. Без подготовки особой. Ну да, без подготовки. Но это обычно опытные врачи, которые уже больше 10 лет работают. И суть-то в чем? Я, и это длинный ответ на короткий вопрос, но тем не менее, я хочу сказать, что никто ведь не говорит о том, что русские врачи каким-то образом там неадекватные, что они не готовы. В смысле, там система не позволяет им стать врачами такими, какими они могли бы стать. Что касается хирургии, например, я там вижу прекрасных хирургов, феноменальных хирургов, у которых и голова светлая, и руки из правильного места растут. И люди, которые делают там чудеса в тех условиях, которые есть там. На самом деле, это удивительно. Они это делают фактически вопреки системе, или просто система их игнорирует, и все это дает им возможность сделать, что вы поддалеком? Ну, там это очень все сложно, но они делают это не благодаря, а вопреки. Это правда. Хорошо, давайте мы пойдем дальше. Значит, добрый день. Волнует вопрос лечения суставов в Америке. А именно, асептический некроз головки, бедренной кости в молодом возрасте 23 года, полученные вследствие травмы, стадия начальная. Как с этим померить? Возможно, не конкретно с некрозом, а в принципе, с суставами. Если профилактика, то какие именно меры? Если операция, то какие последствия в случае молодого организма? И какие реабилитационные возможности предлагает американская медицина? Постсоветские врачи, как будто боятся делать операцию, и рекомендуют только профилактические меры. И терпеть, пока не стукнет, хотя бы за 40. И только тогда делать операцию. Рассматриваем все варианты лечения слэш-операция. Спасибо. То есть человек, как бы у него проблема такая. Опять же, к сожалению, я общий хирург. То есть я в основном оперирую на животе, я делаю операции на молочной железе, я делаю там бенозный доступ. И я не занимаюсь совершенно ортопедией. Поэтому это как бы неправильно было бы на моем месте спекулировать и отвечать на этот вопрос. То есть надо, если такие вопросы есть, может быть, я могу помочь найти ортопеда, который мог бы также ответить. Вот. Я ничего об этом не знаю. Это не моя специальность. Хорошо. Пойдем дальше. Наше дело, как бы, человеку посодействовать, как бы, по возможностям. Здравствуйте. У меня вопрос, конечно, объемный. Хотя он небольшой. Но все же так уж вышло, что учусь в Одесском медицинском университете на факультете стоматологии. Как по окончанию обучения тут осуществить мечту стать стоматологом в США? Существует экзамен USMLE, после сдачи которого можно попасть в президентуру в одну из американских клиник и в дальнейшем получить лицензию. Прошу детальнее рассказать об этом процессе подтверждения диплома. Есть ли другие пути получения лицензии? То есть у него визы нет с такой работающей, да? Как, где и как лучше готовиться к тестам? В частности, где можно подтянуть именно медицинские и английские? Вот, действительно. А вот вы как медицинскую терминологию подобрали? В смысле, я? Да. Ну, медицинская терминология, она, в общем-то, не очень отличается. Как бы есть там какие-то отличия латыни от английского языка, но это не принципиально. Что касается, так сказать, стоматологии, я могу сразу сказать, есть русско-американская ассоциация донтистов, ее президент Рада Сумарева, она живет, работает в Нью-Йорке. Рада? Рада Сумарева. Сумарева. Да, на самом деле там интересная вещь, она есть Днепропетровская вместе со своим мужем, и его фамилия Украинский. Когда она вышла замуж, она стала Рада Украинская. Вот так мы будем делать. Хорошо. И все вопросы, что касается стоматологии, нужно обращать к ней. То есть, если отдельно делать передачу по стоматологии, то она будет лучшим человеком, потому что я стоматологией не занимаюсь. Хорошо. Но в принципе идея такая же, как и в медицине. Для того, чтобы стать стоматологом, нужно сдать экзамен, нужно пройти резидентуру по стоматологии, там по ее какому-то отделению. Вот. И дальше уже работать. Я просто не могу сказать деталей про медицину, про хирургию, я могу сказать про стоматологию. Житейский вопрос. Спрашивает нас. Почему после 10 лет работы в такой, насколько я понимаю, хорошо оплачиваемой профессии, как айтишник, ваша супруга решила поменять профессию и стать иммиграционным адвокатом, как мы знаем, а не вот развиваться дальше в айти. Вот что у нее за такой процесс? Ну, это лучше ее спросить. Но в принципе она всегда хотела быть юристом. Просто в 80-х годах в России, в частности в Ярославле, для того, чтобы стать студентом юридического факультета, нужно было дать взятку в размере машины «Волга». А в то время она стоила 10 тысяч рублей. И когда мы получали там типа 100 рублей в месяц, это была просто непредставимая проблема. Слушайте, а институт связи у тебя пошел и просто поступил? Еще и еврей был. И так и нормально. Она точно так же у нее училась в хорошей школе, она училась в математической школе. Ей сказали, иди в компьютер, и все нормально будет. Это новая растущая специальность. Она пошла, поступила, хорошо работала. Она работала 10 лет. В смысле так, она работала с 84-го по 92-й. А училась в Ярославском? В Ярославском университете. На 8 лет работала в Ярославле, а потом она с 92-го по 2003-й работала, в 2002-й она работала в Америке. То есть практически 18 лет она работала программистом. Потом пошла, закончила юридический факультет, и вот 8 лет уже работает адвокатом. А сколько лет у нее заняло вот это вот переквалифицироваться? Ну, в смысле, 3 года она училась, да? Она, да, она, значит, 3 года училась. До этого она где-то год готовилась. Бар экзем она сдала сразу же после окончания. Она закончила в декабре. В феврале она сдала бар экзем. Я бы вот с эмигрантских позиций, я бы сказал так. Чувствуется, что первое время она вас материально поддерживала, пока вы стали доктором, стали нормально зарабатывать. А когда уже появились денежки с той стороны, уже вы ее прикрыли, и она пошла заниматься реализацией своих отложенных временных планов. Да, но это так и есть. Потому что когда, значит, я учился, она работала программистом, я практически ничего не зарабатывал. Потом я работал исследователем в университете. Зарплата там была, но она была смешная. И, конечно, это именно так и есть. Она меня, как только, так сказать, она меня выучила, она пошла делать то, что ей... Ну, это, по самом деле, распространенный такой эмигрантский вариант. Значит, здравствуйте, пишет нам Оля Мелько. Есть диплом медсестры и врача. То есть у нее сразу два таких диплома. Хорошо. Английский знаю не настолько, чтобы разговаривать свободно. Ну, то есть как-то знают, но не свободно. Возможно ли в США устроиться сначала медсестрой, а потом подтвердить диплом врача? Я думаю, что вы ответили, есть процесс подтверждения. Вот дальше. Насколько востребована специальность врача-эндоскописта? Значит, первая часть. Профессии медсестры и врача в Америке – это разные профессии. Да. Если вы хотите быть медсестрой, медбратом – это одно. Если вы хотите быть врачом – это другое. Это не то, что стал медсестрой, а потом стал врачом. Надо просто как бы выбрать, чего человек хочет, и идти к намеченной цели. Что касается врача-эндоскописта, дело в том, что смотря какая эндоскопия. Потому что основная часть эндоскопии под понятием эндоскопия понимается эндоскопия желудочно-кишечного тракта. То есть это гастроскопия, колоноскопия и так далее, и так далее. Значит, есть эндоскопия, например, у пульмонологов, то есть бронхоскопия. Есть эндоскопия, например, у лор-врачей. Это риноскопия, отоскопия, ларингоскопия и так далее. Это вопрос, так сказать, здесь нет такого врача, например, эндоскописта. И здесь нет врача, например, ультразвуковой диагностики. Ультразвуковой диагностикой, в смысле, сам тест, например, делает технишин, а врач, радиолог, он интерпретирует найденные результаты. То же самое с эндоскопией. Значит, здесь гастроэнтерологи, которые лечат, так сказать, желудок, кишечник и так далее. Эндоскопия просто один из способов оценить состояние пациента и так далее. Да, то есть мы его фактически оставили без ответа. А вот анестезиологи, тут другой вопрос, анестезиологи востребованы? У меня такое ощущение, что вроде все востребованы. Да, конечно же, все востребованы, потому что, ну, работы много пациентов, много населения растет. Более того, не то, что население растет, растет группа пожилых людей. Бэби-бумеры страдают. Ну да, ну конечно, бэби-бумеры это серьезно, это не шутки. То есть объем людей, объем пациентов, он растет постоянно, и все специальности востребованы. Два вопроса, такое ощущение, что как-то к вашей части медицины. Вот один такой, совсем простенький, как мне кажется, прямой. Как в США останавливают внутреннее кровотечение, если случится? И во что это может вылиться? Вопрос в чем? Откуда кровотечение? Потому что, если, например, это кровотечение из варикозных вен пищевода, то это одно. Если это кровотечение, например, из дивертикулеза толстой кишки, то это совсем другое. В общем, вот так. Как это останавливают? Ну, тоже там подходы в море. Об этом как бы не специфично, это сложно говорить, потому что, с одной стороны, можно просто перелить кровь, кровотечение остановится, а иногда приходится оперировать для того, чтобы его остановить. То есть нужны детали. То есть просто так не ответишь. То есть такой чисто очевидный, с непрофессиональной точки зрения, ответ, как типа разрезаешь, кладешь тампон марлевый, прижимаешь, и вот так не работает. Ну нет, конечно. Ну хорошо, а вот тут же, я не знаю, по вашей части нет, значит, такой вопрос. Диагноз – кавернозная трансформация воротной вены, или воротная, не знаю, портальная гипертензия. Как такое заболевание лечится в США? Я думаю, что лечат это одновременно интервенционные радиологи, сосудистые хирурги, гастроэтерологи. А, так сказать, если это портальная гипертензия и там расширение воротной вены, с чем это связано? С алкоголизмом, с циррозом печени? Ну, это, в общем, это плохо, прямо скажем, лечится. Потому что, вопрос в чем? Я думаю, что в Российской Федерации, или там в Украине, ему не нравится, как его лечь, что думает, может быть, где-то умеет лучше лечить. Нет, вопрос-то в чем? Нужно обследовать пациента, нужно понять, что произошло, какой диагноз. Прежде всего, нужно поставить диагноз. Дальше мы должны решить, как бы, из-за чего все это. А дальше, начиная с консервативных методов, кончая пересадкой печени. Просто, ну, это, как бы, опять, дело в том, что вопрос очень широкий. И как это лечится в Америке, ну, я могу сказать, например, что есть такая операция под названием TIPS. Это, значит, стенд, который ставится между системой портальной вены, то есть воротной вены, и печеночных вен. Это два разных круга циркуляции крови. И при этом, так сказать, это один из способов лечения цирроза печени, варикозных вен, варикозных кровотечений и так далее. Опять же, это очень сложно советовать, потому что я не знаю деталей. То есть много всяких способов. Хорошо, Борис, давайте я, может быть, вот в этот вопрос в клинии чуть-чуть. Значит, когда врач принимает решение о назначении лечения, он, все-таки, он как-то, наверное, связан тем, за что страховка платит, за что не платит. То есть как-то есть какие-то вещи, которые... Никак не связаны. Вообще никак? Никак. То есть, когда ко мне поступает пациент, я его смотрю, я ставлю его в диагноз, я знаю, что я должен сделать для лечения. Значит... А если есть варианты? Есть варианты, можно три пути пойти. Нет, дело в том, что, как бы, варианты есть. Ну, к примеру, вот сейчас у меня поступил пациент с перфорацией сигмонидной кишки, и вариант такой, что его можно хотя бы в течение ночи лечить консервативно и оперировать завтра, или можно, например, его оперировать сразу сейчас. Все зависит от того, как он себя чувствует. Если его состояние стабильное, и у него боль хорошо проконтролирована, он чувствует себя вполне прилично, то я могу его, так сказать, лечить консервативно сегодня, завтра прооперировать. А может быть, его нужно оперировать сегодня, прямо сейчас. Я поеду, я его посмотрю. Вот мы закончим, поеду, посмотрю, и дальше буду принимать решение. Все, я понял, я понял. Я просто вижу на терапевтах, вот когда мы ходим к врачам, они очень сильно скованы всякими такими вещами. Ну, хорошо. Нет, а что касается применения одной или другой техники, какой-то аппаратуры, каких-то тестов для диагностики, я не связан никак. Я буду назначать те тесты, которые мне нужны, а это уже потом проблемы больницы. Ну, я так могу сказать. Если мне нужна компьютерная томография, она будет сделана. Нужен ультразвук, он будет сделан. Нужны какие-то другие тесты, они будут сделаны. Если мне нужны какие-то консультанты, они придут и посмотрят больного. То есть, в этом смысле ограничений никаких. Хорошо. Вот у нас Анастасия, значит, что она, она выучилась на гинеколога в России, поработала год в поликлинике, потом переехали в США. Нужно сдавать экзамены, она разобралась там, все такое. И она говорит, что вот насчет резидентуры. Она говорит, я понимаю, что у вас это было давно, но, может быть, вы видите работу резидентов. И вот говорит, что ранее известные цифры 100-120 часов в неделю. Я, честно говоря, даже удивляюсь, это как-то очень много. В последние годы существует ограничение до 80 часов в неделю. Но многие жалуются, что правила это не соблюдаются. Меня это сильно беспокоит, потому как я мама двух малышей. Даже посоветовали мне идти в патологию, якобы максимум 50 часов, и дежурств как таковых нет. Значит, когда я работал, у нас никаких ограничений не было. Мы работали 120, ну, когда, например, дежурили по травме, то есть 140 часов в неделю. То есть мы жили в больнице просто. В России? Нет, здесь, в Америке. В России нет, в России такого не было вообще. Так вот, ограничений никаких не было. Потом они стали вводить это, но меня это не затронуло, потому что я закончил всю свою там работу в 2003 году, в 2002 году. Значит, и все это стали вводить уже после того, как я ушел оттуда. Я знаю, что сейчас есть ограничения в 80 часов в неделю. Вообще, на самом деле, вот все программы, которые я знаю, они довольно строго смотрят за тем, чтобы 80 часов этот лимит соблюдался. Более того, там разговор шел о том, что даже сделать меньше, чем 80 часов в неделю. Значит, дальше мы дежурили, например, через день. То есть сутки через сутки плюс дополнительная работа, пока все не сделал, потом только можешь идти домой. Сейчас не больше, чем сутки через двое. Вот, то есть это уже легче. Но сутки-то тоже тяжело. Ну, конечно, тяжело. Но тут, опять же, на короткий вопрос можно дать длинный ответ. Дело в том, что медицина, работа тяжелая, и нужно знать, что ты делаешь. Дело в том, что давным-давно я читал книгу, которая называется «The world is flat», что земля плоская. Я забыл автора, но там суть, одна из глав говорит о том, каким образом стать экспертом в своем деле. И есть такое в Америке и вообще во всем мире понятие, что нужно потратить как минимум 10 тысяч часов на то, чтобы изучить свою специальность. И каким образом ты эти 10 тысяч часов потратишь, это не имеет значения. Но если ты их не потратишь, ты не будешь специалистом. Вот и все. Все очень просто. И, в общем, вся идея в том, что я за свои годы в резидентуре сделал больше 1200 операций. И работали мы, в общем, никто нас не спрашивал, мы работали и работали, пока там солнце не сядет. И потом работали еще. Конечно, я понимаю, что женщина с двумя детьми, выбора нет. Она должна принять решение для себя. Если она хочет быть гинекологом, я думаю, что она будет лучше гинекологом, если она будет делать то, что она любит. Если она идет в патологию просто потому, что она хочет сэкономить время и пробыть дольше, больше дома и врастить своих детей, она может оказаться в ситуации, когда она не любит свою работу. То есть, тут я посоветовать ничего не могу. Это выбор, это ее выбор. Другое дело, что все равно даже в патологии работ придется много. Нет ни одной медицинской специальности в Америке, которая бы просто так пришел, походил туда, что-то посмотрел, стал специалистом. Теперь, давайте, последний вопрос, я уже вас хочу отпустить, я знаю, что вы надо к пациенту. Значит, последний вопрос, вопрос крохотный, но давайте мы на него ответим не безумно детально. Но вот как обстоят дела с жалобами и с утяжничеством? В России многие уходят из медицины именно по этой причине. Значит, ситуация тут обстоит таким образом, что счастливые люди, они счастливы, несчастливы. То есть, люди, которые недовольны, они недовольны всегда и всем. Люди, которые довольны, они довольны, они не жалуются. Много ли жалуются в американских больницах? Ну, на разном уровне много. Как правило, это жалобы небольшого, так сказать, объема. И, в принципе, эти жалобы все разбираются. Если жалобы, например, против меня, меня могут пригласить на заседание какого-то комитета, разбор полетов, пятое-десятое, я могу объяснить, что и почему я делал. Я стараюсь, так сказать, проводить достаточное время с своими пациентами, объяснять им то, что я делаю, почему я это делаю. Жалуются немного. В принципе, у меня достаточно хорошая, как бы, вот, ну, статистика по поводу этих жалоб у меня неплохая. Я работаю здесь, начиная, то есть, я работаю в хирургии в Америке, начиная с 96-го года. Здесь, в Кливунде, я работаю, начиная с 2003-го года, то есть 13 лет. За все это время у меня было два судебных разбирательства, одно из которых закончилось так называемым сеттлмент, то есть я там, моя страховая, страховой полис там заплатил определенную сумму денег, и это закончилось. А второе разбирательство я выиграл, то есть там не нашли никаких проблем с тем, как я оказывал медицинскую помощь и так далее. Но сеттлмент – это тоже не признание вины, это просто желание сторон разойтись и прекратить болезнь. Да, но принципиальная разница между американской системой вот этих разбирательств и российской в том, что здесь это находится в пределах гражданского права, а в России это в пределах уголовного права. И поэтому здесь врач, ну, грубо говоря, если врач придется скальпелем в палату пациенту и перережет ему сонную артерию, то его будут судить за убийство, то есть это будет уголовное преступление. Но врачи-то так не делают. Вот. Там, если пациент, например, погиб, как суд признал по вине врача, врач пойдет в тюрьму. Здесь… То есть есть такое? При случае так есть? Здесь такого практически… Нет, нет. Ситуация была, когда с Майклом Джексоном, это была совсем другая ситуация, потому что врач дал ему лекарство, которое помогало ему спать. Это лекарство не должно быть применено за пределами больницы, то есть это было неправильно заранее. Вот. Врач не сидел, не был у Майкла Джексона, так сказать, у кровати. Он не следил за ним, и Майкл Джексон умер. Это не просто negligence, это не просто халатность. Но он фактически дал ему лекарство, которое его убило. То есть он… Ну, опять же, он сел в тюрьму не на 15 лет, а только на 2 года. А в России есть случаи, что сажают тебя? Да, конечно. То есть так много врачей, что можно их сажать? Ну, это не от количества врачей зависит. Это просто принципиальный подход к разборам этих. В Америке же есть страховка у врача, поэтому человек получает… Да, обязательно. Да, у меня есть malpractice insurance, которая покрывает вот эти проблемы с, так сказать, потенциальными судебными разбирательствами. Но дело в том, что в подавляющем большинстве случаев до суда не доходит. То есть если просто есть жалоба, мы ее разбираем. Если есть, например, больной обращается к юристу, это еще не значит, что будет судебное разбирательство. То есть, ну, это неприятно, но это опять же, это comes with territory. То есть если ты не можешь выдерживать жару, то ты не должен работать на кухне. Борис, я чувствую себя, что я отрываю врача от пациента, я так как-то переживаю. Значит, давайте мы сделаем просто. Я вас поблагодарю от имени тех, кто нас смотрит, и я не сомневаюсь, что для многих это очень важный разговор. И давайте мы так договоримся, что ребят, которые смотрят, у них там будет еще миллион всяких вопросов. Я вам дал ссылку на наш канал, вот, и вы увидите это видео, под ним будет сколько-то комментариев. Значит, и там то, что интересно будет отвечать, мы тогда, может быть, там через, не знаю, месячишку там соберемся и еще поговорим. Ну, ради бога, то есть я, как бы, когда есть время, я готов рассказать еще очень много, потому что, ну, у меня основная работа, конечно, это моя частная практика в хирургии. Значит, я не занимаюсь исследованиями, то есть вот моя педагогическая деятельность, это вот наша обсервершип через ассоциацию. Я много занимаюсь ассоциацией, там есть у меня еще кое-какие обязанности в других делах. Но я еще раз говорю, я готов ответить и в письменном виде. Напоследок, Борис, значит, вот ваш сайт Russian Doctors. Кстати, одну маленькую деталь хочу сказать, что если есть вопросы по поводу сертификации, лицензирования, там, взорвошипа и всего остального, то очень просто зайти на наш веб-сайт ассоциации, и там есть дискуссионный форум, там эти вопросы все обсасываются. Это вот Russian Doctors.org, да? Да, в деталях, там очень много. Все, Russian Doctors.org, там есть форум, я видел, да. То есть, фактически, для тех, кто хочет начать в чем-то разбираться, надо просто сидеть и штудировать этот форум. Да. Для начала. Ну, отлично. Я, на самом деле, ссылку на форум давал в том видео, где я приглашал задавать вопросы, и в этом тоже я ее дам, с тем, что ребята ходили бы и изучали. Все, тогда спасибо большое. Да, хорошо. Давайте мы так всем помашем рукой и скажем пока. 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 Пока.